Здравствуйте, дорогие друзья! Пока сейчас чищу клубнику, отвечу на некоторые ваши интересующие, некоторые вопросы. Да, вопрос касается того, почему я одна, почему я не с детьми. Да, можно было бы остаться в Аргентине еще в 1998 году. Или в 2009, по-моему. Я поехала в Аргентину, там уже была Светлана, дочь, ее муж, его сын от первого брака и наш Николас, внук, Светлым сын и Ленин, которому было чуть-чуть больше, ну, полтора годика. Я поехала туда для того, чтобы проведать как бы внука и вообще посмотреть на эту жизнь. Тогда, 99-й год, это был, ну, такой вот у нас в Украине нефть. У нас была такая фирма, там небольшая такая, купи-продай. Я все это, мы все это продали, фирму эту продали. Забрали у нас люди ее и документами со всеми. И, короче, я поехала в Аргентину. Я поехала в Аргентину, а в Аргентине уже было совершенно по-другому. Там уже были на тот момент, были телефоны, смартфоны. Да, ну, кнопочные, но все равно, у нас еще не было. Были, может, там у кого-то таких, может быть, крутых, прикрутых. Ну, у нас даже на фирме нет, у нас был только стационарный телефон. Даже и тот провести надо было, переплачивать, я так вспомню. Но, короче, когда я поехала туда, ну, во-первых, доллар и песо, и валюта, так сказать, местная песо, равнялась один к одному. Один доллар равен был одному песо. Можно было покупать что-то за доллары, можно было, в общем, рассчитываться как угодно. Мне тогда и зарплату давали, но я в основном говорила, если можно, то давайте мне в долларах. И, ну, такой момент, когда я пожила там месяц, а они снимали обыкновенный там отель, комнатку в отеле, такой отель с общей кухней, общим туалетом. У них стояла двухэтажная кровать, на которой спали дети. Ну, в общем, короче, условия были не так, ну, может, для меня, если у нас здесь была квартира, и вот этот вот же свой дом, то для меня это было, конечно, вкусно. Мне это было, конечно, непривычно, но жизнь была какая-то совершенно другая, и меня это, так сказать, подкупило. Я там осталась. Я осталась, в этом же отеле сняла себе малюсенькую такую комнатушечку, где стояла маленькая такая кроватка и тумбочка. Ну, она мне больше, может, и не нужна была на тот момент. Почему? Потому что я всё равно дома почти не сидела. И Лёня меня устроил. Мне даже ещё не Лёня устроил, а где-то, короче, он сказал, что есть кафе, которое развозит кофе. И там работают в основном наши, с Украины, может, и с России тоже, но в основном с Украины люди, которые развозили это кофе по кварталам. Мы просто ехали, ну, какие у нас есть вот на рынке, такая была тележка, вот, и с этой тележкой там кофе, чай, фактура там, ну, фактура типа булочки такие, вот. И это, я-то ездил и, но по своему кварталу, по своему участку. У каждого был свой участок. У меня участок был, потом уже меня повели за 20 кварталов от этого кафе. То есть 20 кварталов ты идёшь, ты никому кофе не продаёшь, ты идёшь на свой квартал. Доходишь до своего квартала, и там уже ходишь, предлагаешь, там какой-то магазинчик, там парк у меня был, могли там парки кто-то что-то купить. Первый раз меня повели, показали. Но самое главное, что было, что я абсолютно ничего не знала, никакого языка испанского. В школе я учила английский, в институте тоже, а там могла считать до пяти на испанском. И всё, на этом моё знание испанского языка ограничивалось. Ну, я ходила же там, некоторые фразы учили, и ещё был такой способ обучения, это листочек такой вот, как вот полножика. С одной стороны слово на русском языке, а с другой стороны на испанском. Благо, что на испанском почти как пишется, так и произносится. Ну, и вот это ты вот так, вот так, вот так, вот так смотришь на слово. Некоторые фразы заучивали, ну и вообще, эти аргентинцы, они понимали, что если этот человек возит это кофе, то ясно, что он языка не знает, а что там знает. Кафе, лече, с молоком, там, те, чай. Ну, в общем, короче, 20-30 слов в течение нескольких дней можно было, конечно, выучить. Что мы и делали. В обед мы собирались опять в этом кафе, все на русскоязычные, вот, ну и, а потом вторую часть дня уже могли, не обязательно можно было ехать туда, на свой участок уже идти туда. А я иногда, мы там вставали возле, возле такого большущего магазина, Кота называлась, вот, и когда люди выходили из магазина или там в магазин, они могли приходить, ну, взять эту чашечку кофе или таксисты там. Приезжали, там, людей забирали, там, или же привозили людей в кафе, в это Кота, вот, и ты там еще где-то что-то продавал. Вот, и, и платили, по-моему, 60 процентов, что ты заработал. Первый день тебе все заплатили, все деньги отдали, так сказать, чтобы заохотить тебя, так сказать. А потом уже, я проработала вам 11 дней. Почему так мало? Ну, потому что зятек, дай Бог ему здоровьечка, Ленин, он постарался, он, у него уже было много знакомых, и была у него знакомая Светлана, которая работала в одном из, в одном из таких престижных очень салонов красоты, где делали лицо, где продавали все эти, там, шампуни, всякие крема, маски, все такое, в общем, такой салон-магазин. Ну, в основном, там были девушки, которые, сколько их там было, наверное, человек 7 нас было, вот, которые делали людям массаж лица, они очень сильно ухаживали за лицом, аргентинцы, они не пользовались декоративной косметикой, потому что жарко, потому что все это плывет на лице, вот, а вот за лицом, типа, массаж лица, маски, это они делали постоянно, ну, и правильно, потому что и жара, и солнце, и солнечные лучи, они загорают, загорает лицо, вот, ну, и в этом же, в каждом салоне был еще массажный кабинет, кто, и когда вот Светлана, она сказала, говорит, да, у нашей хозяйки три таких салона, в один из салонов, и слышала, что требуется, типа, массажиста, ну, а я же, когда-то заканчивала курсы массажные, Леня об этом знал, Леня об этом знал, и он еще, мы еще искали работу, и массажиста, он, кстати, меня еще водил по всяким магазинам, там, где русские, там, где шубы шьют, там можно было подшивать эту шубу, или что-то такое делать, но, как-то я даже себя там не представляла, и видно, они видели, она, не видели во мне какого-то такого человека, который бы очень бы стремился к тому, чтобы там что-то шить, вот, ну, короче, я вот уж пошла на кофе развозить, а потом, вот, то, что мы уже предложили, Света говорит, что можно, вот, пойди туда, в, типа, в офис, вот, и могут взять, ну, могут взять, но надо же язык знать, там надо было писать, Курипу назывался, резуме, так сказать, написать то ты, что ты, какое образование, вот, ну, мы написали, что институт, да, я закончила, а у них институт, это как, как институт, как, ну, так я так поняла, что они думали, что это я по, что-то по массажу закончила, типа, какие-то, эээ, институт, это бежеса, дэнде, институт у нас тоже, это, это, ну, что-то такое, как-то у них, видно, они поняли, что это очень круто, ну, хотя институт какой педагический, и причем здесь массаж, ну, короче говоря, отнесли мы этот, а этот, они там, отнесли, и самое главное, что я боялась, что я боялась, это то, что, ну, даже что-то спросят, а я же ничего не понимаю, бумажка, бумажки можно написать, что угодно, вот, и мы приехали, а как раз хозяйки и не было, мы оставили этот, этот листочек, и пошли, и пошли, и тут как раз перезванивают Лене, вот, и говорит, да, да, записывает, что-то там адрес, и говорит мне, слушай, тебе надо на 12 часов уже на работу, тебя приняли, куда приняли, что приняли, ничего не понимаю, отвез меня на метро, показал, где этот салон, сам уехал, а я же пришла туда, я даже сейчас вот не представляю, вот мне кажется, что как-то оно в жизни, сейчас не все по судьбе, если оно судьба, там мне было поработать, да, узнать людей, узнать эту профессию, свою будущую, которую, на которой я работала, где-то в общей сложности, больше 13 лет, там почти 3 года, и здесь еще, в Украине, наверное, мне надо было отработать какую-то свою, не знаю, какой-то свой долг, наверное, перед, не знаю, кем-то, потому что я, во-первых, я была абсолютно неподготовлена к такому труду, это был сильно тяжелый труд физический, во-вторых, я абсолютно не знала языка, в-третьих, я абсолютно не знала, как массажировать, вообще я ничего не знала, и вот я захожу сюда, это красивое такое здание, не здание, оно называется локаль, я захожу туда, вот, и пока ко мне никто не подходит, я пока стою, жду, не знаю, кого ждать, подошла к этой, к одному из столиков, смотрю, крема какие-то стоят, я начала эти крема, думаю, а массажного этого не вижу, думаю, это может меня возьмут, типа, что я лицо делала, потому что я вижу же, девушки стоят, и клиенты же там, и они же делают это все, один такой зал большущий, вот, и думаю, наверное, меня возьмут, нет, если они меня возьмут, то хотя бы хоть показали, какой крем за каким, накладывать, ну, в такой, такие уже мысли, ну, когда подходят ко мне, подходит ко мне женщина, называется она, Сусана, вот, а она русскоязычная, ее привезли в 5 лет, 5 лет ее привезли с ребенком еще с Украины, с Западной Украины, она чисто, мне даже было тяжело с ней общаться, потому что она чисто знала именно язык с Украины, с Западной Украины, украинский, и я, я так поняла, и повела меня куда-то, говорит, пойдем со мной, типа, мы пошли, вот, и показали мне этот кабинет, благо там никто не работал до меня, потому что на этом столе массажном лежали всякие вещи, все такое, она что-то там скомандовала на лишнем языке, вот, и все это быстренько убрали, она показала мне, показала мне все эти, какие, чем я буду пользоваться, какими, использовать, виднее, я прекращалась зарядка, я не заметила, поэтому дочищала клубнику, болтала, но ничего и не записалась, решила все-таки ответить на этот вопрос, почему же я, ну, можно даже сказать, не хочу поехать в Аргентину, я бы так даже сказала, почему, почему даже, когда у меня дети вот сейчас, как бы и намекают, приглашают, что приезжают, вот, ну, я так думаю, что, во-первых, два раза входить в ту же самую воду, смысла нет, я уже там была, и была в самый лучший момент своей жизни, потому что это было 20 лет тому, назад, когда, вот даже вот так я пришла в неизвестность, в неизвестность ничего не знала, и, как бы, хочу сказать, что судьба так распорядилась, что я там работала, вот, я работала по 6 часов, где-то в среднем получалось, хотя рабочий день был с 12 до 8, мой, без перерыва, запись была с вот эти 8 массажей, по 50 минут я должна была делать массаж, 10 минут перерыв, было так, что и было 3, 4, 5 массажей подряд, вот это я вот делала, вот, но массажи были разные, в основном, конечно, они делали массаж, вот начиная от макушки, и до самой пятки, то есть полностью весь массаж, и, они любили такие массажи, и у них такие, просто, просто смотря, как он там назывался, или это был расслабляющий, или, ну, были такие массажи, когда с обертыванием, было там связано, для похудения, они же тоже все хотели быть стройняшками, вот, ну, и очень многим приходилось делать такой массаж, вот, контрактуры, вот, у них болезненные места, то колени, то шея, ну, как обычно у всех людей, вот, поэтому, иногда приходилось, и не иногда, очень часто, просто потеть, над этим, над этой работой, но, постепенно я, конечно, узнала, что это за массажи, постепенно я приспособилась, я поняла, какие там, вот, крема, гель, что надо применять, это Сусана, поначалу заходила в кабинет, и говорила, вот, это вот, Люба, она с Украины, вот, она может делать такой, такой, такой массаж, ну, и я видела, какой массаж хочет эта женщина, в основном, женщины были, хотя были и мужчины, вот, и, естественно, хотя бы применяла этот крем, но почти всем одинаково делала массаж, поначалу, конечно, надо было укрепить, во-первых, физические силы, потому что их не было, во-вторых, ну, были проблемы, да, языковый барьер, это, это само собой понятно, но, что я хочу сказать, за излишество, как бы, одно дело, когда ты отработал на работе, да, а потом, ну, и все, и пошел себе домой, но, я же говорю, что была запись, они записывались, покупали абонементы на месяц, на полгода, некоторые на год, не всегда приходили, а очередь, вроде бы, как запись была полностью занята, и вот начали уже там спрашивать, приходят, например, там, а я говорю, что-то вас так долго не было, а она говорит, потому что не было, типа, записи же не было, а вы могли бы прийти домой, вот, ну, а как домой, вот, ну, мне девчонки мои уже, с теми, которыми я работала, я там все словарем бегала, с ними, я говорю, вот хотят там домисилию, хотят этот партикуляр, или как он назывался, типа частный массаж, как это, как это, она начала ей рассказывать, и один раз, даже меня первый раз, одна из них повела, там, надо же было, как бы, правильно зайти, нажать кнопочку, чтобы появилась дверь, там, и все такое, в общем, учили меня, практически, и я начала сходить еще и по домам, вот, это же я говорю об этом излишестве, что, возможно, ведро клубники для меня и мало, но я его делаю, да, и там тоже, конечно бы, можно было делать, отработать и все, а там дальше, как оно, как оно себе будет, но нет же, надо было делать массаж, утром до работы, потом иногда даже вечером, после работы, ну, я долго не жила, в этом же, там, в этой гостинице, сняла, сняла я квартиру, мне помогли снять, в Аргентине не очень легко снять квартиру, там надо, как это называется, гарантию, так и называется гарантия, надо обязательно гарантия, она или покупается, но может быть, совсем не, ну, можешь попасть с ней в просах, так сказать, или же кто-то тебе должен дать гарантию, у кого есть своя недвижимость, и который в гарантийном этом же пишет, обязуется, что если ты не сможешь платить, то, по-моему, год он будет за тебя платить, то есть, он так гарантирует, что ты будешь платить, естественно, вот, и у меня такой человек появился, я им делала массаж, семье полностью, я делала массаж в этом кабинете, в этом, ну, в своем кабинете на работе, а в семье делала дома, и они дали такую гарантию, вот, на эту квартиру, которая была недалеко от моей работы, недалеко, потому что это было где-то восемь кварталов, это за 20 минут я могла дойти пешком, автобусные остановки там очень длинные, поэтому никто на автобус редко, когда я, например, ездила на этом автобусе, если даже делала частные массажи, то так по этом же же районе, ну, иногда можно было или надо было где-то куда-то ехать, ну, короче, вот работала я, кроме, кроме работы, я еще работала, не работаем, у меня была, конечно, пятидневка, в среду было выходной, и в воскресенье у всех, по-моему, был выходной, вот, и вот мы вот так работали, вот так я работала, выходные, конечно, я себе полностью график, у меня было очень много массажей в разных местах этого города или нашего района, я вот это ездила, еще делала, зарабатывала, так сказать, деньги, да, зарабатывалась я до того, что я, конечно, подорвалась и без дороги, вот, были еще кое-какие такие психологические какие-то проблемы, еще приезжал, господи, покойный муж, приехала еще дочь, им надо было тоже устраивать где-то на работу, что-то такое, все, все как бы закрутилось, завертелось, и плюс еще физическое мое такое, наверное, истощение, все такое привело меня к тому, что вот разыгралась щитовидка, я начала худеть, а они, эти аргентинцы, смотрят же на меня, и говорят, какая Люба худенькая делается, какая же она, как ей это удается, а я уже худаю не по дням, а по часам, каждый день я уже по 400 грамм у меня уходит, и взвешивайся, не взвешивайся, ешь, не ешь, кушай, много, но болеет, и мне вынуждено было бросить эту работу, вообще остаться дома, дома там лечилась, но это отдельная история, потом немножечко я вышла с этого состояния, мне стало лучше, и я пошла там на другую работу, вот на другой работе уже, когда меня принимали на работу, то хозяйка, так сказать, вела на массажный стол, для того, чтобы я делала ей массажи, и вот я только начала делать, вот где-то минут через пять, я так поняла, она начала разговаривать, что я поняла, что у меня на работу возьмут, но это уже было тогда, когда я уже знала чуть-чуть язык, я уже знала, какие массажи, я уже, ну, как бы была уже специалистом в какой-то степени, но не так вот, как в начале, вот, я почему говорю, что иногда, иногда, если это наше, иногда, если это та дверь, которую я, наверное, по своей судьбе или в чем-то должна открыть, я ее открываю, и все складывается так, что, что я там начинаю, там, работать, или, не знаю, жить, или что-то еще, потому что, даже там, на этой первой работе, я когда, прошло какое-то время, они говорят, Люба, у тебя документы есть, типа, аргентинские, а я еще ничего не сдавала, я вообще так, осталось лишь бы попробовать, поначалу, вот, знаете, вот, как бы ситуацию сейчас, говорят, если вы что-то такое сильно хотите, да, вот, ну, его надо просто отпустить, отпустить, оно само собой, и это там, вот, оно решается, не обязательно это прям самому, самому вот прям держаться за что-то, такое, ой, да, нет документов, ну, взяли на работу без документов, и хорошо, никто не проверял, мои массажные, хотя у меня была такая книжечка, сейчас есть, что я закончила эти курсы, никто у меня не проверял, это их ДНИ, как ни странно, то есть это, ну, паспорт, который надо было сделать, ну, временной такой, к сожалению, на время нажительства, или как бы его называть, так мы понимаем, удостоверение, или как бы, вот, у меня его никто не спрашивал, представляете, я уже работала, работала, потом она что-то у меня спросила, Сусанна говорит, принеси документ, я говорю, у меня его еще нет, ну, делайте, говорит, ну, делайте, а наши, когда приезжают туда, они делают этот документ, иногда месяцами, я сдала, мне через месяц уже было все готово, там, а сфотографироваться было, ну, в общем, дать документы, написать что-то, посольство, и у меня сразу уже появился этот документ, я принесла, им показала, то есть это когда, я не знаю, я не знаю, я не говорю, что это так прям, мне повезло, с такой работой, потому что я, естественно, еще и заболела, вроде бы как ничего и хорошего в этом не было, но тем не менее, понимаете, вот так, и когда я начала на той, другой работе работать, там это была такая, типа комплексы, где там эти были, ну, всякие тренажеры, делали, господи, там и танцевальный какой-то кружок был у них, и, ну, в общем, спортсмены там занимались, просто люди, и был массажный кабинет, вот, естественно, у меня там, ну, сильно, так сказать, много людей не было, как в этом салоне, но, были, были, да, но мне надо было ездить со своего, уже туда, где я жила, уже надо было ехать на транспорте, вот, и когда узнали, что я, кто-то узнал, что я уже выздоровела, а, я пришла туда в салон, мне надо было взять там, купить один из кремов, крема, крема, они говорят, ты что, работаешь, вот, ты так уже, типа, красивая, такая уже поправилась, в общем, я говорю, да, я работаю, вот, так, приходи к нам, и вот уже второй раз, когда я туда пришла, уже там была массажист, мне поставили просто дополнительный стол, ну, у меня быстро заполнилась, так сказать, очередь людей, мои вернулись, те, которые постоянно туда ходили, вот, и мне уже предложили, сказали, приноси документы, будем тебя оформлять на постоянной основе, ну, как бы, потому что, то я же работала нелегально, однажды пришла, однажды пришла, типа, налоговая инспекция, я пришла на работу на 12, они говорят, типа, не иди туда в кабинет, садись здесь, вроде бы, как ты, как посетитель, вот, то мне там часа 3, наверное, что-то мне мазюкали, там, и маски накладывали, и все, пока эта инспекция не ушла, то есть, я была там нелегально, а потом уже, вот, второй раз уже предложили, мне легально, но, семейные такие, вот, уже, прошли, и уже Саша уехал обратно, и у меня уже были, ну, через какое-то время, я говорю, когда они мне предложили, я где-то, наверное, через месяц, два, я говорю, у меня уже билет, я уже настраиваюсь ехать домой, вот, но я так уже документ и не сделала, вот, и, сейчас, вспоминая вот это все, себе думаю, что, в жизни, ну, в жизни как-то так получается, что, если нам даже не сильно и хочется, или же, может, если это наше, или же, ну, ну, как бы, как бы так сказать, то мы какое-то время можем там находиться, в этой ситуации, какой-то в этой стране, в этом, на этой работе, если мы себя, я себя чувствовала там очень комфортно, несмотря на то, что было очень тяжело, ну, вот, коллектив был хороший, меня там все любили, почему же меня не любить, потому что я, я по сути языка не знала сильно так, они там кроме всего продавали, вот эти все баночки, скляночки получали от этого комиссионные, естественно, я специально это все продавать не могла, иногда они даже продавали какие-то там массажные там вещи, что касалось именно массажа, и эти комиссионные, эти суммы записывали на меня, ну, я там могла что-то предложить уже потом попозже, а так, чтобы специально, прям, когда у меня нет работы, я стояла на дверях, как они там, каждого встречного, кто заходил просто в салон, приглашать, рассказывать, я такого, конечно, не делала, вот, и, что еще хотела сказать, да, конечно, жизнь там тоже поменялась в Аргентине, несмотря на то, что там наши дети живут, и внук живет, и зятись, дочерью, вот, ну, я когда была там шесть лет тому назад, я пришла туда в этот, в этот салон, думаю, что посмотрю, увижу, может, таких моих бывших, я так сказать, друзей, сотрудников, то салон уже был закрыт, то есть, этот кризис, уже даже шесть лет тому назад, он уже, конечно, и, ну, хозяйка была вообще не с Аргентины, вроде бы, с Франции, может, она все это свернула, ну, короче, вот это все помещение, так сказать, локаль, он был закрыт, он закрыт, эти шторы металлические, эти висели, ну, то есть, там уже никого не было, ну, и сейчас, как вы говорите, вот, почему ты, типа, ну, не поедешь в Аргентину, да, почему вас дети не приглашают, почему вы, типа, вот остаетесь одна, или, ну, ну, короче, понятная моя ситуация, да, что вроде бы как, а куда я поеду, да, я себе задаю вопрос, в Аргентину, что я там буду делать, понимаете, ну, делать то, что я делала, вот тогда уже, конечно, если бы меня этот кризис, как бы там застал, да, где-то каждый, конечно, себя устроил бы, может, я и до сих пор бы что-то там делала, может, свое что-то организовала, за эти 20 лет, которые я живу в Украине, я бы, конечно, что-то уже подсуетилась, естественно, что-то уже сделала, вот, но сейчас, сейчас это я даже, вот, понимаете, я не вижу, я не вижу, я не вижу, я себя там не вижу, вот, я не думаю, что если я туда попаду, кто мне так откроет дверь, кто, кто вот так все, вот, на какой-то работе, или на каком-то, на основании того, что пенсию, там я, естественно, ее не заработала, я ее не получу, там надо очень долго-долго все это работать, и там сейчас пенсия с каждым годом, она все меньше, и прожить на нее невозможно, при том, при всем, что если, например, там продать, что я могу продать, то так, чтобы там можно было купить, это вообще десятки раз, нам намного дороже, в этом Буэнос-Айресе, покупать где-то в провинции, и жить там в провинции, то я тоже точно так же буду, а дети будут жить где, то есть я точно так же буду жить без них, и вообще в окружении вообще чужих людей, и чужого языка, и чужого менталитета, и вообще я тогда уже, никакие двери мне там уже не откроются, понимаете, вот поэтому вот этот вопрос, вот вопрос переезда в Аргентину, он, конечно же, сейчас, ну вообще я его даже себе не ставлю, я не говорю, что он закрыт, я не говорю, что там я никогда не говорю, никогда не говорю, никогда, но на данный момент, это моя реальность, в мире не связано, или мое будущее, ну вот на настоящее, я даже, я не связываю, вот, с тем моментом, да, Аргентина хорошая страна, в той, в той части, которая она была 20 с лишним лет тому назад, туда приезжало очень много эмигрантов, они могли там получать какие-то документы, что-то там немножко адаптироваться, если никогда вы не были за границей, на постоянной, так сказать, основе, не просто как турист, а там остаться работать, жить, и в какое-то время, хотя бы год, или там, два, три года, вот, естественно, человек может переезжать, тогда, мне кажется, и в другую страну, он уже будет понимать, что его там ожидает, это совершенно, переезд, это как пожар, переезд без знания языка, это такая, это такой напряг, это такое надо иметь здоровье, для того, чтобы, вот это, вникнуть в работу, в язык, в менталитет, то, что ты совершенно в другой оказываешься ситуации, в другом, можно сказать, абсолютно в другом мире, вот, для этого надо быть хотя бы немножко моложе, здоровее, вот, но опыт, который люди приобретают, например, там, вот они едут в Польшу, пожили там в Польше, да, приехали обратно, опять поехали, то есть постепенно человек приспосабливается, он начинает привыкать, он начинает понимать, и он адаптируется, у него как-то, он делается более толстокожим, вот, ну, приспосабливается, потом он может переехать в какую-то другую страну, потом может быть еще в какую-то страну, или здесь же оставаться, вот, вот это все, конечно, тоже человек приобретает опыт, я даже когда вернулась сюда, то я уже была совершенно другая, вот, я поэтому мы сразу дачу продали, потому что я на все это посмотрела совершенно другими глазами, вот, и я тоже так понимаю, что и я сейчас очень много делаю того, что не нужно, вот, как-то можно себя и немножко поберечь, как-то можно себя немножечко, немножко ограничить от многих таких работ, да и каждый, вот я была на даче, я тоже смотрю, как вот женщины, это уже как бы не по этой теме, но я скажу, что наши женщины, они еще те, они так много трудятся, они так много работают, и что они имеют? Ничего, они болеют, потому что они на солнце, они с этими, извините, черными, грязными, или как бы неухоженными руками, ногтями, они ковыряются в этом, в этом во всем, да, делают, чтобы было красиво, чтобы это все росло, а в конечном итоге, они себя просто не любят, они забывают о себе, они просто не думают о себе, вот, поэтому, когда я осталась вот так, вот, этот вопрос, я думаю, что я вам ответила на этот вопрос, вот, он очень даже, и для меня есть вопрос, и есть вопросом, вот, ну, я уж, знаете, как бы время есть, я все обдумываю, и понимаю, что всему свое время, будьте здоровы, счастливы, пусть у вас всегда все получается, и пусть вы всегда открываете нужную для вас дверь, вам будет легко и просто в этой жизни. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!